друзья всем привет как и говорил приехал я в деревню к себе строить баню потихонечку буду делать не один и уплата не получилось приехать работает у меня недели выходных решил и поделать что-нибудь сейчас покажу какая банька пробежимся по быстренькому а там дальше уже походу будет видно покажу деревню возможно даже ездил куда-нибудь места какие не покажу его какие у нас тут есть и что еще столярку свою мастерскую покажу какая у меня раньше была как говорил коше видел экскурсии небольшую проведу посмотрите так вот сюда приехали инструменты привезли тут чтоб не работать деревня спокойно тихо вон она баня старая стоит за ней вот мы новую строим сейчас сходим посмотрим туда мастерская меня вон в тех домах он было разваленные дома куда-то жили мы там потом покажу скажу я собуюсь пойдем посмотрим баню для начала давайте покажу вам старую баньку такая она уже два венца земли уже ушли без фундамента без ничего баня тут всякий хлам не видно не видно будет конечно дровишки вот видите пол как уже вырезанный пол здесь потому что она совсем уже провалилась сама банька темно плохо будет видать я уже стремя сюда не влазит стоя приходится нагибаться печечка старая то есть уже все отжила это баня свое двадцать пять или двадцать семь лет сказал отец ней так пойдемте в новую так что такие дела короче буду потихонечку делать буду вам показывать что это делаю то есть у меня сама конструкция вот это все получилось 4 на 4 фронтон и все это будет деревом зашиваться здесь тоже стенки будет деревом забираться все то есть нормально будет уютно тут будет проем дверь тут дверь в баню будет стороны получается со стороны огорода со стороны улице вот так вот и там напротив будет еще одна дверь это уже будут заход речка там же будет то есть как то так новая банька сложена из бруса она 15 на 12 брус на стил оцинкованный то есть без всяких заморочек шибко такая вот такая банька это вот сама баня получается она 2 на 4 и тут пристроена еще знаю может быть будет верандочка может быть будет дровяник просто посмотрим тоже 2 на 4 он тут не пол тут доски накидали чтобы они маленько сохли это на полу и в бане будет не потолка еще ничего нету не полов лаги лежат в прошлый раз приезжали положили лаги пропитали их такой пропиткой по дереву чтоб они не гнили и нижний венец тоже запитали полностью фундамент на фундаменте эту баню построили чтоб ну чтоб чтоб уж надолго груз строганный внутри снаружи нет снаружи будет просто накраситься и все первый ряд лежит на пеноплексе пеноплекс двоечка очень удобно блины и влагу отбивает все и все дыры неровности забивает то есть между фундаментом и первым брусом такая банька небольшая то есть здесь планируется вот печка будет там будет мойка здесь вот показать дверь у нас проем выпилены тут то есть небольшой прибанник будет стенкой разделять вот по этому фундаменту кирпичная скорее всего ну и чтоб раздеться можно было и зайти банька небольшая но я думаю будет уютно хорошо будет планы у меня такие подшить потолок сделать утеплить наверно его кирпичом выложить этот фундамент поднять под печку под стенку может быть черновые полы накидать еще посмотрим по времени как ну там походу будет видно что буду делать не знаю пока еще делов то много тут у нас огородик вранителей старую баню тоже надо разбирать ну вот так вот получается но вход у нас будет не с этой стороны а вход у нас будет со стороны старые бани то есть вон там эта баня уберется будет делаться вход вон там и маленькая крылечка ну планируется так по крайней мере тут у меня чё тут у меня сохнет тез накидали на потолок тоже чтоб маленько подсохла двадцать пятка надо будет все это прогонуть деревня трактора ездит так начну делать потихонечку я знаю наверно сперва пойду еще раз вниз обработаю антисептиком вот этим чтобы сохло потихонечку потом уж буду дальше что-нибудь делать может раз буду строгать на потолок так карнизы надо подшивать то есть работы хватает пока здесь удобно все сейчас я обработаю это дело вот так все покрасил теперь надо мне какой-то суда полностью лить какой черновой чтобы можно было ходить есть у меня ножки такие обрезки по два метра сейчас наверное их накидаю сюда на пол чтобы можно было спокойно проходить не прыгать по этим лагом и надо мне тут у меня вот лаги лежат получается надо на ту сторону вот по стенам на эту и на ту стену прибить брусок сделать чтобы можно было подшивать потолок чему-то так ну короче кидаю влаги сейчас и прибиваем брусок